привет дорогие друзья сегодня очередное видео мотивация о приготовлении блюд моих поделюсь четырьмя блюдами начну с такого простого незамысловатого блюда которое я назвала пицца маффин значит использую для него колбаску папироне не оструя но мне из морозилки поэтому я ее изначально разморозила она у меня пойдет как основа и разбиваю яйца вы увидите что сейчас я разобью 6 яиц но потом я добавлю седьмое поэтому расход такой 7 яиц на формочку из 12 маффинов значит в эти яйца вы добавлять абсолютно любые приправы на ваш вкус я добавляю еще капельку молока там соль перец абсолютно разные приправы смеси трав и так далее вот и взбиваем все это вместе выкладываем колбаску на дно как цветочек а внутрь этой формочки нашей для выпечки заливаем этими значит взбитым омлетом как я говорю посыпаем туда сыр абсолютно любой сыр который у вас есть мелко натертый крупно также можно туда бекон насыпать какие-то брокколи овощи в общем все на ваше усмотрение и запекаем это все дело в духовке понятно что вы сами должны понимать сколько готовится яйца от 15 до 20 минут должно быть достаточно и в общем то на 180 градусах подходят эти маффины прекрасно для знаков до перекусов как утром так и вечером могут даже использоваться вместо завтрака или ужина и единственный такой вот от меня подсказка я все-таки подумала что из-за того что папироне достаточно жирный пустят свой жир и она не пригорит она все-таки немножечко схватилась поэтому либо смазываете все-таки форму обильно каким-то маслом да или жиром или все-таки делайте в рукаве для маффина чтобы это было ну эстетично и аккуратно так что вот такие вот подсказочки приятного аппетита и и спагетти сквош это такой специальный тип тыквы которая в общем-то разнимается таким вот как спагетти на такие кусочки поэтому в общем то так ее и прозвали блюдо очень интересно тем что ты его готовишь очень хорошо для тех кто на разных диетах потому что в общем-то углеводов практически очень низкое количество и вы можете приготовить это и есть в течение буквально практически недели а значит что мы делаем вы увидели что я нарезала кружочками делают кстати очень много разных приготовлений но вот это мне больше всего как говорится пришлось к душе потому что меньше всего в него вкладываешь сил и в общем то работает также на кружку на кружочке нарезаю свои вот эти вот баттер сквош присыпаем абсолютно любыми приправами я соль к перцем и как всегда значит чесночком с маслом сбрызгиваем смазываем и отправляем в духовку опять-таки 180 градусов там полчаса более чем достаточно в момент когда мы вытаскиваем из духовки обратите внимание пока она тепленькая можно дать остыть я разнимаю это все делаем вилочкой вот ведь она сразу разнимается на волокна причем волокна не коротенькие а длинные такие как спагетти и вот мы разнимаем все хорошенечко но очень легко отделяется от шкурки и в общем то все очень просто вот вы видите складываем это все дело красиво в контейнер и можем использовать подогревать в тот момент когда нам нужно к мяску к любому либо просто к салату это есть как гарнир вот такое вот незамысловатое простое блюдо для вас следующее блюдо которое сегодня я вам покажу и поделюсь это котлеты но не просто котлеты всем умеем делать котлеты это котлеты которые делаю как заготовку мороз замороженные так для в заморозок чтобы в любой момент можно было достать кинуть их в духовку либо в подливу в какую-либо использовать буду здесь я свиной фарш естественно вы можете использовать абсолютно любой другой добавляю все приправы которые есть у меня в доме добавляю сюда зелень у меня здесь и черный перец и красный перец до паприка и немножко острых перцев смесей сухой я даю сюда чеснок сухой лук и в общем то такая маленькая изюминка сюда я добавляю сухари готовые из костка которые уже идут с пармезаном и чесноком тоже из ну с приправами значит все это хорошенечко я вымешиваю тут главное все это объединить прежде всего потому что много много сухих ингредиентов поэтому немножечко все-таки добавляю воды чтобы они более сочные были чтобы все лучше как говорится объединилась ну и в общем то здесь отсюда все элементарно отбиваем фарш это знает каждая хозяйка и в общем то начинаем формировать непосредственно сами котлеты любой формы и размера которые в общем то принят в вашей семье я это делаю на таком обычном противень для запекания и нам parchment paper дано вот такой вот бумаги для выпечки потому что к ней не прилипнет во время заморозки и в общем то это все красиво и аккуратно и эстетично как я люблю вот формируем котлетки я их в данном случае замораживала в течение ночи но естественно там хватает буквально четырех часов чтобы они полностью заморозились после заморозки на следующий день я их вытаскиваю распределяю в пакет в ziploc вы конечно можете делать как хотите куда хотите их определять и они хранятся спокойно эти котлеты могут храниться до полугода абсолютно вообще без проблем в вашей морозилке приятного аппетита и и и Ну и, дорогие друзья, завершающее сегодняшнее блюдо, это мой, в общем-то, так сказать, фаворит. Это сыр бри горячий, которое самое простое блюдо, значит, познакомилась я с ним в Монреале от француженки, мы вместе учились, и она рассказала, в общем-то, что они вот так берут бри, абсолютно простейшим самым образом, абсолютно любой бри, который есть, то есть можно более кремовый, менее кремовый, с большей процентностью жирности, с меньшей, это абсолютно на ваш выбор и вкус. Все это мы заносим в духовку, опять-таки, можно, чтобы это все было чище, выкладывать это на противень с пергаментным листом, можно просто на стекло, как это сделала я. Сверху мы его присыпаем приправой, на самом деле желательно было его еще смазать, кто любит оливковым маслом, кто просто растительным, я забыла в этот раз при съемке этого видео это сделать. В общем-то, обычно еще немножко растительным или оливковым маслом, буквально каплю сверху капаете, присыпаете приправами, обычно это вот просто смесь перцев, и в духовочку 150-180 градусов, 15-25 минут, это в зависимости, опять-таки, от вашей духовки. Если вы делаете в толсты ровы, но очень маленькая духовка, естественно, она приготовится быстрее, если в большой, то это возьмет больше времени. И самая классика для этого блюда, конечно, это багет. Можно использовать, конечно, абсолютно любую булку, абсолютно любой хлеб, но вот багет идеально подходит именно сюда. Нарезаем его порционно, пока греется наш сыр, разогревается, и, в общем-то, как фондю мы потом просто макаем этот хлеб в этот сыр и едим. Как мы знаем, что он готов? Верхушка немножечко как бы поднимается вверх, шапка, то есть сыр, он как бы там начинает закипать, грубо говоря, разогреваться, и поднимается верхушечка, шапочка, как у грибочка, вот, и, в общем-то, потом ножичком нужно просто прорезать такой крестик сверху, и, в общем-то, можно начинать макать и загребать. Ну и запивать это все, конечно, вином, либо пивом, но мы, так как у нас детский, так сказать, вариант, просто сели и съели, вот, вот как-то так. Это съедают все члены семьи, все это любят, невероятно сытно, ну и, как вы понимаете, невероятно калорийно. По-любому желаю вам приятного аппетита, надеюсь, это было интересно для вас, и до встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok